Двухрядка? Поднарядки были. У меня брат играл на гармошке. А есть у кого гармошка такая сейчас, знаете? Не, наверное, не найдет. Может, на чердаке у кого-нибудь там? Не. Те, что у вас была гармошка какая, выглась. А вы играли? Не, не играли. Ну, у вас была просто какая-нибудь, да, может? Ну, такая гармошка. А, хромка, да? Да. Может быть, немецкого строения не знаю? Не. Обычная. А калятки, то есть такие про Иисуса Христа, такого не пели? Нет, не пели. Во-первых, мы тогда, когда росли, нам Бог был запрещен. Нельзя было даже Пасху, красное яйцо, Крым в школу принесет. Все. Это был завал ценный. На кладбище ходить нельзя было? На кладбище, да. Я ходила уже в шестой класс, мы у Соболева ходили в школу. И Радоница, у нас же ходят Радоницы. И мы там, сколько, как в уроку было, мы бегом, бегом. Это где-то километров шесть мы оттуда. И мы успели прибежать на кладбище, когда поминать начали. Ну, мы то что бежали, что бы поесть бы что-нибудь. И на следующий день нас всех на линейку. Такой чех придали. А что говорили? Ну, что говорили? Ну, как это же запрещено было. Богом. Бог, кто запрещен был. Все. А мы кто комсомольцы, кто пионеры. И все там были. Вот нас все. А, ругали за то, что вы пионеры и участвуете. Чуть ли не сюда, до райкома не довели. При всем классе, да? Всех выстраивали на линейку. Кто участвовал? Всех. Вот, вот, были мы у всех на линейку. И вот тут все тоже. С одной стороны мы штрафники, а с другой стороны все ребята остальные. А за калятки не ругали за это вот, что вы ходили? За калятки не знали они ничего. А, потому что ночью, да? Потому что ночью, во-первых. Во-вторых, что в деревне. А, учителя были кто из-за себя, кто откуда. Откуда они пойдут? Ага. Так что. Но так тоже не очень, да? Нет, конечно, нет. Вот, так вот и жили. А в проруби раньше не купались, нет? Не, не было. Крещен не купались. Не, не было. Ну, у нас не купались, у нас не были. Да и не было понятия купаться. Понятия, у нас не было понятия. Что не ходили просто так купаться на речку, нет? Или? Не было такого даже. А, вы все связаны? Ну, у нас усвят, да. Он родился тут и вырос. И тут как родился, женился, природился. Все на одном месте. Это я. Залетная. А было какое-нибудь, чтобы, например, липы или березы хату украшали? Там, или могилы там? А, это привозили веники на Троицу, да? Это на Троицу ставили май. Май, да. Да, май ставили. Мы сами таскали березки эти, обязательно ставили май во дворе, на этих, около калитки ставили. И смотрели. Если за три дня Троица, если этот май за три дня засохнет, то, значит, будет сенокоз хороший будет. А если нет, удокливый. А это ставили в субботу перед Троицей? В субботу. Ага. Мороедская субботка. На кладбище ходили, тоже май носили на кладбище. Ветки ломали, там как раз цвели уже рябина, там что, и вот ломали. А май это что? Это береза, лип? Да, вот любые. Вот. Береза, рябина, там червов, муха, ну любые ветки. А сирень можно? Нет? Сирень можно. Можно. Ну, в основном, дерево зашло. Березо, в основном, да, плен. А вот когда они засохнут, то что их с ними делали? А на огород не кидали, нет? Не помню. Май, не было такого? Не помню. Не знаю. Такого я не помню. Не помню. О, не было. А с могил их тоже потом снимали? Нет? Нет, так оно, как вторник, могил, так, и он не стоит до следующего года. А потом? До уборки. Ага. Убирали и убрали. А если быстро засохнет, то значит сенокоз будет хороший? Сенокоз будет сухой, да, сено сушить, быстро сушили. А если так зеленый останется, тогда... Ну, дождливый, дожди. И все равно снимали, да, если даже зеленый? Снимали, конечно. Через три дня, да? Ну, да. Так что, вот такие пирали. Больше я вам, наверное, ничего не скажу. Не знаю. А вот еще вопрос такой, вот когда пора огород сажать, там, картошку, например, или это, как-нибудь притаптывали так по земле, или как-то угощали землю, или как-то вот были какие-то некоторые такие действия, чтобы задобрить или... Нет. Нет, такого не было. Ивановича. У нас тоже не было. Не было. Не задобряли огород. Просто сажали и все. Удобряли, но не задобряли. Удобряли, но не задобряли. Не, я просто слышал, не в Псковской области, а там в других. Не, я просто слышал.